История психологии в нашем университете, как и в стране, и в мире, она насчитывает больше 100 лет. И начиная с Владимира Михайловича Бехтерева, когда была организована кафедра нервных и психических болезней, в нашем университете, а до этого еще в военно-медицинской академии, то на этой кафедре уже сразу было преподавание не только проблем психиатрии, нервных болезней, но и психологии. Но дистанция огромного размера, 100 лет отделяет момент возникновения кафедры Владимира Михайловича Бехтерева, даже 115 лет. До возникновения у нас кафедры медицинской психологии. Где-то в 2010-2011 году был открыт факультет медицинской психологии в нашем университете, но преподавание медицинской психологии шло в рамках кафедры вот тогда еще Владимира Михайловича Бехтерева, а сегодня Николая Григорьевича Незнанова. Но в 2014 году, 1 апреля, был издан приказ о создании отдельной кафедры медицинской психологии, которую возглавила профессор Елена Рудольфовна Исаева. И на сегодняшний день это прекрасная выпускающая кафедра для целого факультета, которая имеет свое лицо, которую знает город и Россия, которая собирает всероссийские конференции, и, так сказать, все медицинские специалисты, вернее, специалисты по медицинской психологии с удовольствием приезжают к нам в гости. И этой осенью тоже будет большая конференция, которая будет посвящена проблемам медицинской психологии сегодня и перспективам ее развития в нашей стране. Я от всей души благодарю коллектив кафедры, лично Елену Рудольфовну за создание такого замечательного коллектива кафедры и понимаю, что у этой кафедры, как и у медицинской психологии в целом, огромное будущее в нашей стране. Я вообще считаю, что роль психологов в решении целого ряда проблем, межличностных, человеческих, у больных сложных, коморбидных, онкологических, хронических, требующих диспансерного наблюдения, обязательно роль психолога должна быть, которая позволяет больному становиться более комплоентным, более подверженным и приверженным правилам лечения, более заботящимся о своем здоровье. И это огромная работа, которую проводят наши врачи, которые сами по себе являются в какой-то степени психологи, но уж методическое руководство и такой профессиональный уровень оказания такой помощи – это, конечно, роль медицинских психологов. Идея создания кафедры общей и клинической психологии заключалась в том, чтобы готовить уникальных специалистов, клинических психологов, которые с самого начала обучения учатся рядом со своими друзьями, будущими врачами, находятся в атмосфере медицинского университета и проходят практики в клиниках университета и города. И в итоге к концу своего обучения мы получаем готовых специалистов, которые владеют навыками и психологической диагностики, и консультирования, и психокоррекции. И умеют работать в мультидисциплинарных командах рядом с врачами. Мы стараемся развиваться и идти в ногу со временем. Работу на кафедре можно охарактеризовать как постоянное движение. Движение вперед. Я, например, когда пришла, вначале преподавала студентам-медикам, потом студентам-иностранцам на английском языке, а потом уже клиническим психологам. Все эти направления сохраняются на кафедре на протяжении всех 10 лет, и поэтому каждый, кто приходит работать здесь, может найти то, что ему по душе. Кроме того, совершенствуются стандарты образования, психологическая наука не стоит на месте, и поэтому постоянно приходится совершенствовать себя, при том, что новое поколение студентов тоже бросает нам определенные вызовы и заставляет нас самих расти как личность. Мы еще молодые, но уже многого добились. Прародителем нашей кафедры является кафедра психиатрии и наркологии, куда я пришла работать в 2011 году, еще будучи аспиранткой. Тогда основным направлением работы было обучение психологии врачей. В 2011 году мы набрали первую группу специалистов клинических психологов и стали их обучать. В 2017 состоялся первый наш выпуск. Сейчас мы работаем с первым курсом на медицинских факультетах, помогаем адаптацию студентов к обучению в медицинском вузе. На шестом курсе проводим коммуникативные тренинги взаимодействия врача и пациента. Нашими силами создана психологическая служба для студентов университета. Наши студенты отделения клинической психологии проходят практику на соматических заболеваниях в различных клиниках и центрах города. Под нашим чутким руководством они ведут огромную научно-исследовательскую работу с пациентами. Работать на кафедре бывает трудно, потому что много направлений деятельности, и все одновременно. Но всегда это очень интересно. Хочется пожелать нам сил и вдохновения, чтобы у нас были новые достижения в науке. Важно, чтобы к нам приходили умные и талантливые студенты, которых мы научим психологии и сделаем из них высококвалифицированных специалистов. Кафедра общей клинической психологии развивается в разносторонних направлениях. Одним из таких направлений является реализация программ на факультете послевузовского образования. Мы проводим занятия и программы по профессиональной переподготовке по клинической психологии, где психологи других направлений могут получить квалификацию клинического психолога. Мы проводим много курсов повышения квалификации по нейропсихологии, по патопсихологии, по диагностике, по реабилитации психологической. И вот сейчас как раз у нас идут курсы повышения квалификации по посттравматическому стрессовому расстройству. Бывали трудные дни, когда и бывают, когда хочется все бросить и убежать, но ты понимаешь, что это всего лишь эмоции, потому что здесь твоя профессиональная семья, с которой тебе хорошо, с которой отлично работает и отлично отдыхается, на которую можно положиться и которую ни разу не подвела. У нас прекрасный коллектив, дружный коллектив. Конечно, как в каждой семье, бывают моменты сложные, но мы их всегда преодолеваем. Я очень надеюсь, что нам предстоит интересная, долгая, профессиональная жизнь на этой кафедре. И я очень верю, что студенты, которые пройдут через нашу кафедру, с честью пронесут все то, что они здесь получили, что они будут гордиться, что они учились в наших стенах. Казалось бы, только вчера были горячие дискуссии, нужна ли такая кафедра, нужна ли подготовка психологов. И, конечно, на мой взгляд, было принято совершенно верное решение 10 лет назад о создании такой кафедры и о избрании заведующей кафедры Елены Рудольфовны и Сави, которая к тому времени уже была ярким, сформированным специалистом. Что произошло за 10 лет? Конечно, кафедра является выпускающей для отделения клинической психологии и готовит на сегодняшний день совершенно уникальных специалистов. Когда мы создавали эту кафедру, когда мы начинали этот проект, естественно, мы ожидали, что та клиническая база университета, тот большой опыт преподавания клинических дисциплин на лечебном факультете в первую очередь, он, конечно, окажет благотворное влияние на подготовку специалистов, психологов, опирающихся на глубокие медицинские знания. И мне кажется, мы оказались совершенно правы. На сегодняшний день выпускники этого факультета и выпускающие кафедры – это дорогой товар. Они имеют гарантированное трудоустройство, они работают по всей стране. И, конечно, мне кажется, на сегодняшний день можно считать, что этот проект удался. Что хотелось бы пожелать будущим клиническим психологам? Конечно, выбирайте наш университет, выбирайте наши кафедры. И, конечно, мы надеемся, что нахождение кафедры в столь прославленном университете с учетом опыта и клинической базы будет дальше и дальше развивать науку клиническую психологию. Продолжение следует... Продолжение следует...